Дженнифер Робсон. Платье королевы. Книга называется по-английски The Goin. И, насколько я знаю, так называется парадное платье, бальное. И когда англоязычная читательница читает The Goin на обложке, она автоматически, даже без картинки, знает, о чем идет речь. Это идет речь о чем-то невероятно парадном, тяжелом облачении. По-русски такого слова, да еще, чтобы оно красиво звучало, и можно было красиво написать, не подберешь. Мы так всяк крутили это название. Был вариант и свадебное платье королевы, и королевское платье, и платье королевы. Роман совершенно замечательный. Он погружает нас в Лондон 1947 года. Это послевоенное время. Вот это мир двух молодых девушек, двух подруг, которых свела профессия. Они обе вышивальщицы. Работали они в мастерской, которая шила наряды для королевской семьи. И непосредственно кульминация сюжета – это изготовление свадебного платья Елизаветы II. Это был очень важный исторический момент и для англичан, и вообще для мира, и, разумеется, для всех женщин того времени, потому что давал надежду на любовь, на счастье, на возрождение таких прекрасных простых занятий, как подготовка к свадьбе. Так что обе девушки трудятся непосредственно над созданием вот этого прекрасного шлейфа, который вы можете видеть на фотографии. Это во многом реальная история мастерской, но характеры, конечно, художественные. Хотя весь быт мастерской и ее расположение, и многое, что с ней связано, многое, что связано с эпизодом изготовления этого платья – это совершеннейшая реальность. Например, нельзя было красить ногти, потому что они работали с тканями, в том числе белоснежными, и тогдашний лак мог оставлять следы. И вот книга наполнена такими совершенно достоверными, очень искренними мелкими деталями.